Сегодня депутаты городского собрания Сочи внесли изменения в ранее принятое решение по мерам социальной поддержки пенсионерам доплаты 840 рублей за увеличенные тарифы САХА. Народные избранники уточнили, что ее получат пенсионеры, пенсия которых не превышает прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Краснодарском крае в размере 10 086 рублей. Здесь не важен совокупный доход семьи. Присутствующий на сессии глава города отметил, что такая бюджетная поддержка людям пожилого возраста стала возможной как раз в результате многочисленных сокращений административных работников. Сокращение сделали, а каких-то ущербов в качестве услуг муниципальных не будет. Сегодня это еще не предел, потому что мы сейчас еще займемся и мупами. В повестке дня сессии сегодня значилось 34 вопроса и большинство касалось передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование. Например, поликлиника номер один теперь расширилась за счет дополнительных помещений на курортном проспекте. Это в первую очередь сделано для удобства жителей микрорайона Светлана, улиц Нагорная, Кубанская и Пионерская. Нам удалось по адресу курортная проспекта 61, где сегодня дислоцируется государственная аптека, выделить помещение для организации врачебного офиса, где будут находиться участковые терапевты, принимать некоторые узкие специалисты, где наши пациенты с вышеназванных районов смогут сдать анализы, сделать инъекции, пройти некоторые исследования. Утвердили сегодня народные избранники программу приватизации муниципального имущества до 2017 года. В рамках этого муниципалитет получил так называемые олимпийские дома. Ранее был передан городу 51 коттедж с земельными участками, сейчас еще 148. Изменились и условия их продажи, поскольку покупателей совсем мало. Первый аукцион, который выставлен, никто не заявился. Второй аукцион с 30-процентной тоже никто не заявился. Потом с 50-процентной, но только два дома было реализовано. Остальные нет. Поэтому, исходя из этой реальной ситуации на рынке сейчас, жилья по городу Сочи, вносились изменения. Но это, еще раз повторяю, совершенно не означает, что это будет за копейки какие-то проданы. Цену теперь называет покупатель, то есть, по сути, будут организованы аукционы. Все средства, вырученные от продажи олимпийского жилья, пойдут в доходную часть городского бюджета.